Лидер Объясню почему Есть, как я считаю, такой для меня квадрат успеха руководителя Квадрат успеха Что он имеет ввиду? Первое – это цели Второе – это ценности Третье – это потенциал или талант Напишем талант А вот здесь личный стиль Личный стиль работы Или говорить более правильно – это самоорганизация То есть как руководитель, генеральный директор, лидер сам себе организовывает Как сделать так, чтобы работа дала наибольшую КПД Коэффициент полезного действия И посмотрите Если здесь есть проблемы, то талант не развивается Если есть здесь шероховатости, трудности То ценности также не исполняются Если здесь руководитель не может себя эффективно организовать То цели не достигаются Вот почему я считаю, что отличного стиля руководителя По большому счету зависит успех компании Я этой проблематикой задался давно Я перечитал очень много книг Но я вот так прикинул, за 25 лет работы генеральным директором Я где-то прочел около тысячи книг о менеджменте И скажу честно Я нигде не прочел, не увидел, не услышал Чтобы кто-то мне сказал Что должен делать генеральный директор сегодня Вот завтра да Завтра нужно и это, и это, и это Очень много А что именно сегодня? И тогда я стал сам шлифовать свой личный стиль Поэтому я буду говорить в первую очередь о себе К чему я пришел? Я считаю, что в первую очередь Генеральный директор, как лидер В своей самоорганизации Должен уметь выделять приоритеты Выделение приоритетов Это вот залог успеха И, видя и выделив приоритеты Он бросает самый драгоценный ресурс Какое? Это энергия Это талант Правильно? И это время Тогда эти приоритеты дают большую отдачу Это первое Что еще важно? Что еще важно в этой ситуации? Когда лидер работает над собой И понимает четкие приоритеты То он тогда и правильно планирует свой рабочий день Что я в этом плане сделал? Я по приоритетам, которые выделял каждый день А у меня было на каждый день Минимум три приоритета Я каждый день утром Ставил минимум три приоритета Именно по производственным вопросам На эти три приоритета Я всегда бросал ресурс времени до обеда Да, я приходил На работу приезжал, вернее Да, я здоровался Я разговаривал Я желал хорошего дня Я приходил Делал анализ План-факт Чтобы увидеть, в каком состоянии находится предприятие А дальше я начинал работать над своими приоритетами И вот здесь очень важно Чтобы тебе никто не мешал Поэтому до обеда у меня было правило Я не проводил ни совещания Я не проводил ни встречи Телефонные звонки, помощник Меня ни с кем не соединяли За исключением родных Друзей акционеров И важных клиентов То есть до обеда я работал по своим приоритетам Я был занят Это было мое время И мои коллеги об этом знали И беспокоили только Исключительно По важным срочным вопросам Которые не требовали отлагательства То есть до обеда я работал сам После обеда я назначал и встречи После обеда я сделал звонки Отвечал на звонки После обеда я проводил совещания После обеда я проводил мозговые штурмы После обеда я назначал переговоры Но это было после обеда И до вечера Это первое Второе Я каждый день распределил Исходя из функционала Что я имею ввиду Расскажу Поделюсь коллеги секретом Понедельник Для меня был день финансового анализа Ко мне приходил финансовый менеджер С финансовым анализом За прошедшую неделю Или с нарастающим итогом В течение месяца И мы в течение часа Полутора часов Анализировали состояние План факт Куда мы идем Какие проблемы Какие точки роста И так далее То есть понедельник для меня был День финансового анализа Я тоже к этому готовился Это стояло в моих приоритетах Я на это выделял час-полтора Мои коллеги Которые работали рядом Знали Что понедельником Я их не трогаю Я их не приглашаю на совещание И так далее Они знали, что я занимаюсь финансовым анализом Вторник Вторник этот день был фронт офиса День отдела продаж Я анализировал показатели План факт И если была необходимость На 16 часов Я назначал встречу Или с руководителем отдела продаж Или с руководством отдела продаж Или редко такое Со всеми сотрудниками отдела продаж Для того, чтобы понять Где мы находимся И принять правильное решение Куда дальше идти Вторник Это день отдела продаж Больше я никого не беспокоил И все об этом знали Среда По средам Встречались с нашим Замечательным маркетологом И анализировали Как мы работаем С рынком С клиентом Как состояние СРМ программы Пили чай Потому что Здесь нужно было Немножко креативить И разговаривали о том Как мы будем здесь Если необходимо Исправлять ситуацию Что нужно сделать Для того, чтобы Выполнить месячный план И годовой То есть Среда Это день маркетолога Среда Это день клиента Больше никого я не беспокоил Четверг Четверг Это день производственника Такая же картинка Я анализировал Производственные показатели По принципу План-факт Если необходимо Я задавал вопросы Если необходимо Я назначал встречу На 16 часов С руководителем Или с руководством Для того, чтобы решить Те текущие вопросы Которые На мой взгляд Требовали Безотлагательное решение В четверг Кроме производственников Я никого Не беспокоил В пятницу День вообще Без совещаний Без встреч В пятницу Я занимался Только своими задачами Только своими проектами Это было четко Это было ясно Все знали О моем стиле работы И все Работали Как они считали нужный Планировали свой рабочий день Это тоже очень важно Поэтому Если у вас есть Какое-то Какие-то предпочтения Если вы считаете Что нужно Какой-то день Посвятить Какому-то вопросу Именно в системе Доведите Ваш стиль Руководства До всех коллег Чтобы они об этом знали Для чего? Чтобы они вас не беспокоили И в то же время И вы их не будете По мелочам Беспокоить Когда они занимаются Своей работой Потому что Любое отвлечение Это минус компании И еще маленький секрет Я со временем Со временем Стал совещание Заменять Мозговыми штурмами Мы стали штормить Вот это Более эффективный Элемент Управления Компанией Чем Просто Одноканальное Совещание Где зачастую Руководитель Говорит больше Чем Те коллеги Которых он пригласил Поэтому Друзья От личного стиля Руководителя Зависит очень много Еще почему Потому что Как сегодня Работает руководитель Так завтра Работает его окружение Мне нравится выражение Любая компания Это большая тень Первого лица Поэтому Если вы Самоорганизованы Если вы Четко понимаете Что вы должны Сделать каждый день По своим приоритетам Если вы Распланировали Свои дни Или какое-то время По функционалу Коллеги Об этом знают То компания Приобретает второе Дыхание Вы работаете По приоритетам Вы Чуть-чуть Эти вопросы Приоритетно Решаете более Эффективнее Чем ваши друзья Конкуренты Что нам и нужно Поэтому Шлифуйте Свой корпоративности Смотритесь В себя Потому что Каждый руководитель Это индивидуальность У вас должен быть Свой индивидуальный Стиль управления Своя Самоорганизация Умение Давать себе Приказы И умение Их выполнять Это вообще-то Искусство Поэтому коллеги Шлифуйте Свой стиль Делайте так Чтобы он Вам Давал Большую отдачу Чтобы вы Принимая решение Правильное решение Вы поняли Как операционные планы Так и ваши Стратические цели Дерзайте Дорогу осилит Идущий В бизнесе Возможность Все Помните Личный стиль Позволяет Реализовать Свой талант Реализовать Свой потенциал Личный стиль Строится Исходя из Ценностей Которые У каждого Человека Особенно У лидера У генерального Директора Должны быть Обязательно И Личный стиль Позволяет Решать Достигать Как операционные Планы Так и Самое главное Стрелительские Цели Действуйте Шлифуйте Свой Личный стиль И вы Увидите Как будет Меняться Ваша Компания Все будут брать С вас Пример Субтитры Субтитры Субтитры